всем привет сегодня заедем на бельбек так чисто посмотреть как дела в общем что мы видим что ковш снова наполнен где мы немного снизили отбор воды и это позволило накопить потому что сейчас идут осадки и получилось накопить снова воду ковш заполнен опять практически полностью но чуть меньше чем чем это было вот можем даже сравнить по переливу на плотине что почти дошло до перелива можете видеть и смотрите тоже кто от говорил мне там рассказывал типа ну как уровень может быть выше чем уровень верхней точки гребня перелива вот эти вот все вещи ребята посмотрите на следы на стенке шпунтовой посмотрите разницу между гребнем перелива и верхней точкой вот этого следа это то о чем я говорил перелив имеет свою пропускную способность если на него подать воды больше то будет вот этот уровень над гребнем увеличиваться соответственно увеличиваться будет уровень бассейна какая такая вот ситуация так получается бассейн снова полный не знаю сейчас идет отбор или нет может еще накапливают еще больше до перелива накопят и будет подавать в город пока эта вода идет по речке пока она поступает пока осадки сейчас вот это накапливается что в принципе разумно достаточно так сегодня выглядит ковш он снова полный и давайте раз уж такое дело слетаем ну так посмотрим площадку скважин там конечно ничего не изменилось просто заглянем сверху вдруг произошло какое-то чудо и что-то продолжили какие-то работы хотя бы с той скважиной которую пробурили саму первую но нет тут ничего не изменилось как и с такимidик потому что это пунктом Опять мне повезло, тут я взлетел Такая пауза в дожде образовалась Тоже кто-то мне писал, типа, что все стали Жаловаться на дождь Наоборот, дождь это круто, а я говорю, что я не жалуюсь Я вам подчеркиваю, что Удается уже который раз ловить моменты Когда дождь останавливается на время И мы четко успеваем Снять все, что нам нужно И не более того, конечно же Все дождю только радуются Вот смотрите, сколько воды Удалось Благодаря дождю накопить А Бельбек уже начал истощаться А тут опять Вода пришла Давайте сейчас летаем Туда вот вдаль Можете сравнить с предыдущим моим видео Ссылку я вставлю Посмотрите, как было Вот тут вот Когда было мало воды И сейчас вот, ну, прибавилось В речке воды Благодаря осадкам Осадки идут По-моему, со вторник Даже с понедельника С понедельника идут вот по сей день Сегодня пятница у нас По сей день идут осадки Что как бы не может не радовать Дальше Посмотрите, как был Недельник Подождите Взрыв Погнал «Симон» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На данный момент, видим, строятся фундаменты сооружений. Идет возведение подпорной стены. Поскольку грунты здесь неустойчивые, для того, чтобы исключить обвалы какие-то, вот этой выемки, здесь строится стена подпорная, достаточно мощной конструкции. Такая высокая... Вот тут идет армирование. Это, я так понимаю, только бетонная подготовка. Вот это большое сооружение здесь, вот уже плиты фундаментные выполнены. Пока я не очень представляю, где что здесь, но позже будем знакомиться. Сейчас мы чисто ознакомительно, просто вот я вам показываю. Вот видим, есть существующие сооружения. Резервуары. Они вот на данный момент функционируют. Значит, очищаться здесь. Будет сточная вода с помощью специальной синтетической загрузки Йорж. Это разработка компании Экос. Эта компания является и автором проекта очистных сооружений, и проектантом, ну да, проектантом, как я сказал, и исполнителем работ. Очищенная вода с помощью вот этой загрузки Йорж может сбрасываться в рыбохозяйственные водоемы первой категории. То есть это является наивысшей степенью очистки сточных вод вообще, в принципе. И давайте слетаем, раз уж мы здесь, к речке Кача. Она тут недалеко относительно. Тут имеются такие пруды-накопители. Вон там уже Черное море, берег. Так, вот тут речка Кача. Я вам периодически показывал Боксисарайское водохранилище и гидроузел номер 4, гидротехническое сооружение. Воды там было немного. Ну, это на данный момент видим, что по воде в речке Кача у нас. И это еще прошли осадки, то есть там воды прибавилось тоже. И как всегда в крымских реках русло, вдоль русла, вдоль речки растут деревья массово. И не везде мы можем видеть воду, то есть так сверху. Строятся очистные в рамках федеральной целевой программы. Все направлено на то, чтобы обеспечить комфортное проживание людей, то есть жителей на северной стороне Севастополя и ближайших сел и гостей, туристов. Вот этот объект издалека, очистные мы видим. В составе сооружения будет закрытый цех работы с отходами очистки. То есть будет, как мы на Бельбеке с вами наблюдали, нам рассказывали, отходы будут в виде сырой земли такой. Работа с ней будет происходить в закрытом помещении. Это будет исключать негативное воздействие на окружающую среду в виде запахов и прочих таких негативных моментов. Этот шлам будет грузиться на машины именно в закрытом помещении, что снизит воздействие очистных на окружающую среду. Субтитры делал DimaTorzok Ну а на этом у меня на сегодня все. Такой краткий выпуск. Основные новости показал вам. Более подробное знакомство с объектом будет позже. На этом все. Всем спасибо за внимание. Спасибо за поддержку канала. Подписывайтесь. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok